За три года работы проект «Читаем слух» принял более 400 учеников школ, и за это время ими было прочитано огромное количество русской, советской и зарубежной классики. В этом году организаторы подготовили для юных школьников произведения двух авторов – Андрея Белянина и баснописца Ивана Крылова. Почему Крылов? Потому что баснописцу в следующем году 250 лет. Ну и в программе образовательных событий есть эта дата, которую мы не могли обойти и как-то не обратить на неё внимания. Прочитать басни Крылова предстояло ученикам 15-го лицея. Школьники постарались сделать это настолько выразительно и захватывающе, чтобы другие ребята заинтересовались и захотели прочитать все басни знаменитого поэта. Как уверяют участники проекта, выступать на публике не так сложно, а главное – самому проникнуться басней и получить новые эмоции от её прочтения. Мы учимся таким способом образительно читать, и другие люди тоже учатся. Другие ребята подготовили для зрителей роман российского писателя Андрея Белянина «Тайный сыск царя гороха». Пятиклассники решили прочитать зрителям только яркие моменты произведения. После их выступления многие сидящие в зале задумались, кто в итоге оказался вором и чем закончился роман. Но ответы на эти вопросы ребята смогут узнать только когда самостоятельно прочитают произведение до конца. «Читать важно, чтобы умнеть и саморазвиваться. Все люди, которые читают, у них есть большой словарный запас, и они много знают». Приведя этим любовь к чтению, одна из главных задач этого проекта – принять участие в нём могут школьники с 4 по 11 класс. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Дворца детского творчества. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.